Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня одна из самых главных тем, которая будет в инфодайвинге, тема баланса. Тема баланса и внутренней гармонии человека. Она необычайно важна, когда мы говорим о взятии какой бы то ни было информации, о погружении к себе. Она просто невероятно важна, и она как бы априори ускользает из нашей жизни, потому что, когда мы слышим слово баланс, нам хочется говорить о том, что у меня в жизни все хорошо, у меня там хорошие отношения в семье, у меня нормальный материальный достаток и относительно нормальное здоровье, и все, я в балансе. Это, да, эти вот все вещи, они, конечно, являются составными частями балансного состояния, того состояния, которое нам надо для того, чтобы заниматься снятием информации, для того, чтобы мы могли нырять вообще в себя, погружаться в себя, для того, чтобы мы могли работать в этих состояниях. Но мы немножко сегодня пойдем шире и глубже. Благодаря одному молодому человеку, который вчера никак не мог загрузиться в себя, звонил и спрашивал, ну почему у меня не получается, я столько вот занимался, а тут не идет. И при этом у него голос был взволнован. И я понимала, что он грузится, потому что ему важно взять информацию о человеке, который он знал, который он умер, который умер, и который вызывал в нем волнение. Да? Есть волнение, все, нет баланса. Что нам выдает о том, говорит о том, что мы не в балансе, что мы не в равновесии. Первое, как мы можем вот это понять? Например, по телефону это очевидно, можно понять по голосу. Да? То есть мы слышим голос, у человека взволнован, он не в балансе. Точно так же мы слышим, как дрожит свой собственный голос, когда мы волнуемся, когда что-то происходит. Мы не в балансе. Мы можем понять по эмоции. Когда у человека эмоция в плюс или в минус, раскачка идет, да? И в поведенческой реакции преобладает эмоция, да? Значит, человек не в балансе. И у человека на моменты, когда он не в балансе, есть еще физиологические реакции. Физиологические реакции – это как проявление, как правило, проявление какой-то эмоции, иногда связанные, иногда не связанные, внешне, казалось бы, да? Но реакция есть. Связанная реакция с эмоцией, например, девушка обиделась и фыркнула, да? Вот она испытала какую-то эмоцию, фыркнула, и вот она ушла, да? Вот это связанная эмоция с действием. А есть, когда у человека, например, дрожат веки, или подергивается щека, или… Но это не тот нервный тик, который обусловлен воспалительными какими-то процессами в теле. Хотя они тоже имеют первопричину дисбаланса, да? В чем-то. Но я имею в виду те вещи, которые важны для погружения в измененное состояние сознания, да? Не крайнее. И когда у человека есть вот такая физиологическая реакция, мы можем говорить, да, человек не в балансе. Когда человек не в балансе, рассчитывать на то, что он глубоко загрузится, расслабиться, ведь нам же надо расслабиться, а небалансное состояние нас постоянно выдергивает в игру, во внешнюю игру. Мы вынуждены выходить тогда. Человек, соответственно, расслабиться и погрузиться во свой внутренний мир не может. Если и может, то только на какую-то небольшую глубину для того, чтобы в этих вот состояниях, небольших погружениях, решать проблему дисбаланса. То есть первично тогда решение тех моментов, которые приводят к дисбалансным состояниям. Иначе работать с информацией, господа, увы, нельзя. Нет баланса, нет погружения. Нет погружения, нет информации. Вчера мы как раз, когда мы проводили эксперименты, рассматривали, когда информация – это идея, когда она фантазия, а когда она может быть объективной. И когда, как можно человека, когда он берет объективную информацию, вообще выдергивать в то, что это будет бред его программного обеспечения, либо это будет объективная информация. Там тоже есть свои физиологические реакции. То есть в состоянии парасомномбулизма это не одно состояние. Их много градаций в зависимости от уровня активности включения в эту игру. То есть в зависимости от того, как ты играешь, так и получается. Вот когда мы находимся в дисбалансных состояниях, такие у нас основные моменты реагирования. Что мы делаем? Какие у нас есть подмены в социуме? Вместо того, чтобы решить проблему, мы дисбаланс этот прикрываем. Знаете, вот как кошка, которая там нагадила или собака, и загребла лапами. У человека примерно то же самое. Вот дисбалансное состояние у человека. Например, жена приходит домой с работы, а муж там не вынес мусор. И она так, фух, взорвалась внутри себя, но не стала проявлять свое отношение к невынесенному мусору. И вот так внутри себя. Ну так есть, так есть. Ну и будешь ты сидеть сейчас в грязной квартире. Так раз, и задавила. Когда она задавила, она пришла в баланс? Внешне, а внутренне не пришла. Второе проявление. Жена пришла домой, видит, муж не вынес мусор. И она вспыхнула и выдала эмоции вовне. Она пришла в баланс? Нет. Нет, вроде бы она должна, вот как говорят японцы, пошел, набил грушу вместо начальника, и ты придешь в баланс. Да ни черта подобного. Потому что ты потом будешь ждать ответной реакции. Потому что ты потратил энергию. Ты потратил энергию, ты обесточен. Какой баланс? Нету баланса. Есть выхлоп и есть нерешенная проблема, которую запихнули в себя вовнутрь и отказались от ее решения. Есть вариант, когда жена прошла, а этот мусор не заметила вроде как, но у нее внутри началось что-то не то здесь. Что-то не то, что-то не то. И внутри идет внутренний разнос такой. Бурление, которое и не высказано, и не запихнуто еще вовнутрь. Это тоже дисбаланс. Вот я говорю это с расчетом, что те, кто слушает, они все-таки в себе ощутят, как они в основной массе реагируют. Потому что, когда мы запихиваем вовнутрь, например, мы обычно формируем психосоматику, которая ведет к полноте. Да, у меня тоже есть склонность запихивать все в себя. Но в какой-то момент, когда я много запихиваю, я очень быстро от этого избавляюсь, возвращаясь в балансное состояние. А сейчас уже слежу за тем, что можно запихивать. То есть, когда мы подавляем это в себе, любое подавление себя, получается, создает как будто дополнительные листы капусты вокруг вас, и вы, получается, нечистые, и чистую информацию брать не можете. Я не знаю, как это образно выразить, просто это происходит на тонком плане, эти все вещи. И когда человек в этой дисгармонии, дисгармонии с кем? С собой. Он же себя, получается, подавляет, себя не принимает, или себя проявляет так, как самому потом дискомфортно. Все равно тогда нарушается гармония ни с кем-то, с собой. Ведь муж не вынес мусор, потому что его бессознательно отыграло какой-то сценарий и указало вам, что надо в себе исправить, для того, чтобы, приходя домой, этой картины не было в вашей реальности. Чтобы все было так, как вы заранее внутри у себя выбрали. Вот эти все дисгармоничные моменты, это как немытое зеркало. Я смотрю в зеркало, оно не помытое. Чтобы они не рождались. Вот эти дисбалансы, они ведут к немытому зеркалу. Я надеюсь, я в слова достаточно доступно лажу, потому что я все пытаюсь подобрать слова, под образы, под эти чувства, ощущения, под все, что должно происходить в человеке. Иногда это достаточно сложно. Как работать, когда вот эти вещи мы уже в себя нащупали? Мы понимаем, что уже пихаем в себя, например. Но первое, то, что мы уже это заметили, это здорово. Понимаете, это невероятно здорово, потому что запихивание можно остановить в моменте здесь и сейчас. Задав себе один простой вопрос. Зачем я это делаю? Что сейчас со мной происходит? Что я чувствую? И разобраться в своих чувствах. Откуда они? Зачем они мне? Какую выгоду они мне приносят? Вот это вот чувство, которое, например, я там задавила себя. Вот эта задавленность, она с чем у меня ассоциируется, к чему приводит? Она вызывает у меня эмоцию, там, беспомощность, чувство беспомощности. Когда у меня чувство беспомощности, какую выгоду оно мне дает? То, что обо мне там кто-то начинает заботиться и так далее. Таким образом, мы начинаем вот эти бессознательные цепочки сами раскручивать у себя. Мы можем это делать до какой-то степени, до какой-то стадии погружения в себя. Мы это можем. И когда мы уже эту цепочку начинаем осознавать, даже уже без технической какой-то базы, это уже много. Потому что она начинает, мы на ней сконцентрировали внимание, наблюдение, и она начинает как бы растворяться. Это самые простые приемы, технические работы, которые может делать каждый. Это общение, разговор с собой, честный разговор с собой. То есть это как взять тряпку и начать мыть зеркало. Есть моменты, которые проработать в себе достаточно сложно. Техническая база здесь необычайно важна. Техник по работе с подсознанием, поверьте, их миллион. Начиная от просто техник, которые идут для того, чтобы расслабить тело, тело, там тот же самый, аксесс-бар, энергетическое восстановление и так далее. Те вещи, когда просто по работе с телом вас угружают, и вы расслабляетесь. Там резет с челюстью поработали, и все тело расслаблено. Ну вот оно расконцентрировано, расслаблено, но работы при этом вы не ведете. То есть тело само себя восстанавливает, не более. Но в этих состояниях можно проводить еще и осознанную работу, когда вы умеете, когда вы натренированы и умеете держать внимание. Это отдельный блок тренировок, который не дают ни в одной из техники, сколько я проходила. Исключение составляет метод Бронникова. В нем есть упражнения, которые приводят именно к развитию концентрации и внимания. Вот это единственная методика, где я нашла нормальные упражнения без подмены. Но это не значит, что ею надо бежать и заниматься. Это значит, надо какие-то упражнения для себя подобрать, которые будут именно концентрировать внимание. Но вот как образец упражнения, такое самое простое. Просто сядьте и представьте, угрузитесь максимально, потом соберите мозг в пучок. И вот в этом состоянии на своем экране внутреннего видения или на представлении, на визуализации, на воображении, кто докуда догрузится, у кого-то уже появится визуальная галлюцинация, у кого-то не появится. Представьте игру «Крестики-нолики» и играйте с собой на здоровье, до посинения. Когда надоела игра «Крестики-нолики», играйте с собой «Морской бой». Вот эти два упражнения, «Морской бой», «Крестики-нолики» на вашем внутреннем экране, на экране внутреннего видения, они реально дают невероятный выхлоп, который поможет человеку научиться концентрировать внимание. Таких упражнений очень много. Есть более интересные упражнения, есть параллельно развивающие память и так далее, и так далее. Но если вы захотите, вы отдельно поднимите эту тему и найдете эти упражнения. Они есть в патенте, некоторые вещи. Но это все есть. Техники по работе, для того, чтобы вообще работать с этими психотерапевтическими штучками, одно дело, надо уметь в этих состояниях держать внимание. Второе дело, надо иметь техническую базу. Как удалить ту же самую программу, которую вы осознаете, и вот, казалось бы, она удаляется, а вы ее удаляете, она не удаляется. Инструментарий, вот взять в ролики или в выступлении по скайпу или в трансляции, этого не расскажешь. Этого не расскажешь, потому что там можно дать одну, две, три, четыре техники. Это же надо все еще с отработкой. Это очень длительный процесс во времени. Я 10 лет этим техническую базу набирала все эти годы. То есть это достаточно большой промежуток времени ушел на то, чтобы ее набрать и встроить в свой инструментарий. Тут же еще вопрос. Одно дело, ты узнал технику, ты можешь о ней прочитать в интернете. А как ты ее к себе встроишь в приемы, чтобы она к тебе моментально приходила в голову, и ты умел ею пользоваться? Это уже отдельная тема. И я понимаю, что без этой темы на самом деле далеко человек не уйдет. То есть надо уметь работать самому с собой. Ну вот хотите вы того или не хотите. Какую-то часть, если касаться трансового опыта и умения там в принципе погружаться и работать с собой начальные вещи, можно, например, взять из классического самогипноза. Вот в тренингах по самогипнозу, которые идут, вот, например, Сергей Гребенюк тот же самый выбрал лучшие техники, вот туда. Один блок техник. Вообще в классических техниках по гипнозу очень много технической базы, которую можно просто взять оптом и потом подумать, как встраивать. Хорошие инструменты. Но есть варианты работы, когда ты все равно в этих состояниях сталкиваешься с проблемой. Вот мы недавно работали, кстати, в круге записи я выложила в интернете, там есть момент, когда у человека обнаруживается программа, которая как бы сама лежит в высокой частоте, она позитивная там по взаимоотношениям с мамой, но при этом она имеет негативный окрас. То есть она прошита в теле в двух местах. По энергетике она прошита в нижнем диапазоне, а вообще по вибрации, а вообще она относится к конструктивным программам в верхнем диапазоне. И если вы будете применять инструментарий тета-хиллинга, кинезиологии, РПТ, вот в чистом виде, то есть я сейчас привожу инструментарий, который самый такой ходовой, да, и на нем еще много других названий выстроено, это как базовое, если брать, то они программу эту не будут распознавать по реакциям тела как деструктивную, она будет идти как конструктивная. А при этом она дает очень сильный деструктивный эффект в жизни человека, да, влияет негативно. И ее распознать и в дальнейшем удалить, ее удалять, вот такую программу, у которой есть энергетическая подобложка, можно только через энергетические техники. А энергетические техники здесь не восстановление, ничего не подойдет. Здесь надо работа конкретно, которая встраивается в работу со вторичными выгодами. И вот если бы у нас не было арсенала техник Волкова, да, то, например, вот эту проблему, так взять и выкорчевать из человека, чтобы она не возвращалась, я не вижу вариантов. А вот за последние два дня я еще три раза встретилась с задвоенными такими программами, да. То есть раньше как-то они, на них не обращал внимания, потому что не знал, как с ними работать. А сейчас есть инструментарий, выдергиваешь. И каждый раз, находя вот этот вот инструментарий, выдергивая эти программы, понимаешь, что люди уникальны, и каждому человеку надо подбирать уникальный инструмент. И зачастую сталкиваешься с ситуациями, когда просто вот в этих состояниях ты находишь те инструменты методом проб и ошибок, просто подбором. Тебе приходит идея в голову, и ты ее отрабатываешь, какой бы сумасшедшая она ни была. И таким образом рождаются новые инструменты. Вот этому надо уделять очень большое внимание. Той информацией, которая идет в вас, как поступить вот с данной конкретной программой, как отработать данную конкретную проблему. Наша психика нам сама подсказывает. Вот это надо научиться в себе слышать и не игнорировать. Потому что наша самокритика зачастую просто убивает любые попытки нашей психики восстановиться и сделать что-то хорошее для себя же, самого любимого. И это очень важно. Научиться слышать себя, научиться работать с теми вещами, которые внешне кажутся сумасшедшими. В заключении скажу, мы вчера, например, работали с человеком, который был в коме. И я не выкладывала это в широкий доступ. И там получалось, что все техники действительно сидели, и все, кто присутствовал, никто не мог подобрать технику, какой пользоваться. Инструментарий огромный. А вот в данном конкретном случае нет опыта, не хватает опыта. Не было таких ранее экспериментов в нашей жизни. И просто те мысли, которые приходили, мы просто сразу откатывали. Пробуешь, получается, не получится. Да, давай сделаем это, давай сделаем это, давай сделаем это. Та мысль, которая пришла как идея. И вот так и надо пробовать. Потому что в этих состояниях, вот эти вещи, они, назвать это интуитивными, нет, друзья, здесь уже не просто интуитивными. Здесь все у нас идет настолько четко из информационного поля под конкретную задачу, что просто надо слышать, брать и делать. А потом смотреть, как это проявилось в жизни, как это отразилось на жизни человека. Если вы сделали все правильно, то это очень быстро отражается в материальной действительности. Вот буквально с человеком поработали, и через час он звонит, говорит, вот раздался телефонный звонок, и вот такая произошла реакция, да, вот это с задвоенными программами, когда мы работали. То есть это все, это все сразу идет в материальное проявление, в материальную жизнь. Вот это магия. Вот это магия. Магия, когда, меняя себя, моментально подстраивается и выравнивается, и проявляется так, как ты хотел бы, материальный мир. Вот это круть. Круть. И если у вас когда-то начнет получаться это дело в жизни, вы поймете, соскочить уже с этого в обычную жизнь, в объективное восприятие, не просто не хочется, невероятно сложно становится. Потому что вот эта вот гармония, вот этот вот баланс внутренний, вот этот баланс с жизнью, с внешним проявлением, он дает невероятный кайф, кайф от игры. Вот эти состояния, они все идут к высокочастотным, к экстатическим, к божественным. Это та часть, когда мы начинаем чувствовать себя в единстве с Богом, с Творцом. С той частью себя, которую мы когда-то отделили, и потеряли. С вами была я, Наталья Зайцева. Субтитры создавал DimaTorzok.